МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём мы расскажем сегодня. Выборы состоялись. Накануне по всей стране прошёл единый день голосования. Кого выбирали в Ненецком округе? В нашем эфире репортаж с избирательных участков. В посёлке Красное три семьи вскоре отпразднуют новоселье. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья уже получили ключи от благоустроенных квартир. С одной из счастливых обладательниц новых квадратных метров пообщалась и наша съёмочная группа. И накануне 90-летия отметила ровесница Ненецкого округа Лариса Чебыкина. Добрая, отзывчивая, внимательная и заботливая. Ещё в молодости она приехала в Заполярье и осталась здесь жить. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Многоуровневые выборы прошли в Ненецком округе в единый день голосования 8 сентября. Жители региона выбирали депутата в региональный парламент на дополнительных выборах в окружное собрание по избирательному округу Городецкий в Нарьинмаре. Смешанные выборы по партийным спискам и многомандатным избирательным округам прошли в представительный орган Заполярного района. По одному мандату в Городской совет получат кандидаты, выигравшие выборы в 15 одномандатных округах Нарьинмара. Жители островного посёлка Бугрино и Хасида Хартского сельсовета определились с главами поселений. Окружной избирком признал все выборы состоявшимися. Подробности об едином дне голосования в Ненецком округе у моей коллеги Ольги Русул. 8 сентября ровно в 8 утра на территории Ненецкого округа распахнули свои двери все избирательные участки города Нарьинмар и муниципальных образований округа. В первые часы воскресного дня на всех участках уже были избиратели, закреплённые здесь по месту регистрации. Участок открыто 8 часов досрочно. У нас проголосовало 10 человек. Всё обычно. Выборы идут спокойно. У нас по спискам 1024 избирателя. Но на момент 10 утра у нас было только 37 проголосовавших. Поэтому, собственно говоря, сейчас в период с 11 до 12 у нас народ активизировался. Поэтому ожидаем, что люди будут приходить. Количество избирателей, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа, составляет около 34 тысяч человек. Почти половина из них – жители Нарьинмара. Им предстояло выбрать новый состав депутатского корпуса. Выборы в городской совет прошли по 15 одномандатным округам. Среди голосующих – мэр города Олег Белак. На эти выборы глава окружной столицы возлагает большие надежды. Ведь от их исхода зависит, насколько конструктивной будет работа органов-исполнительства. И представительной власти муниципалитета. Будут избраны те депутаты, которые будут реально представлять интересы горожан. И мы все вместе будем прикладывать все наши силы, умения, знания, старания для того, чтобы город процветал. Он сейчас изменяется. Поэтому нам нужны надежные коллеги, партнеры, чтобы мы с ними вместе в диспуте, в обсуждении находили решение каких-то спорных вопросов. И самое главное, чтобы это были неравнодушные люди. Горожане, пришедшие в этот день на избирательные участки, тоже возлагают надежды на будущих депутатов. Возможно, чтобы курс, взятый на улучшение качества жизни в окружной столице, был продолжен. Чтобы поддерживался тот уровень, как бы вектор развития, который уже заложен. И чтобы прислушивались к мнению жителей города. В совет депутатов городского округа найдут новые люди, которые будут со своими взглядами новые идеи какие-то будут реализовывать. Предлагается администрация какие-то новые решения насущных проблем, возникающих в городе. Хотелось бы, конечно, пожелания, чтобы дороги нас как-то привели в хороший вид. Чтобы машина едет, все трясет, дребезжит. Конечно, хотелось бы такого пожелания. А так, конечно, общение с народом. И, конечно, удачи им в работе. Жители Заполярного района в единый день голосования также выбирали новый состав депутатского корпуса. На одном из избирательных участков в поселке Искателе голосовал глава Заполярного района. Надо каждому жителю прийти и проголосовать за своего кандидата. Либо, может быть, каким-то образом выразить свою волю. Потому что потом иногда бывает так. Вроде бы как народ не ходит, не ходит. А когда приезжаешь на встречу, начинаешь разговаривать, вопросы задают. Потом говорят, что-то у нас не очень. Я говорю, а хорошо, а вы как сами-то, как граждане, как жители России, вы пришли и проголосовали за того, кому вы доверяете. Они говорят, нет, а нам не интересно, мы не хотим. Я просто, да, чего же вы, ребята, жалуются. Он также отметил, что одной из основных задач нового депутатского корпуса станет решение вопросов по наполняемости бюджета Заполярного района. Привлечение дополнительных источников дохода, в том числе собственных, на реализацию проектов в поселениях округа. На выборах депутатов Совета Заполярного района по единому избирательному округу явка составила более 25%. В целом, по региону выборы прошли без нарушений. На каждом избирательном участке работали наблюдатели. В целом, еще раз повторюсь, что нарушений никаких нет. Есть представители, которые следят за этим. К выборам в районный совет было допущено семь политических партий. Четыре из них смогли преодолеть 5-процентный барьер. Больше всех голосов набрал список партии «Единая Россия» почти 38%. Эта партия получит 5 из 10 мандатов, распределяемых среди партийных списков. Три мандата достанутся представителям КПРФ, по одному ЛДПР и партии «Родина». Еще шестеро депутатов в Совет Заполярного района определились после голосования на трех многомандатных избирательных округах. Все они выдвиженцы партии «Единая Россия». Напомним, что Совет Заполярного района формируется по смешанной системе. В его составе 16 народных избранников. Жители Нарьинмара, зарегистрированные по избирательному округу номер 8, «Городецкие» выбирали депутатов в собрании депутатов Ненецкого округа на дополнительных выборах в региональный парламент. Те люди, которые придут сейчас и победят, мы от них ждем конкретных результатов. И от нас ждут конкретных результатов. Поэтому в году 90-летия мы сейчас должны посмотреть, что мы сделали и что должны сделать в ближайшей перспективе. Поэтому только конкретные задачи и решение их насущных проблем людей – это главное. И это именно то, что должно определить выбор наших избирателей. Ну, самое главное, кандидат должен быть вообще тот человек, которого мы изберем. Конечно, хочется, чтобы он был готов к конструктивной работе. То есть без какой-то страсти к дешевому популизму действительно, это действительно серьезная конструктивная работа должна быть. И он должен быть готов к этой работе. Ну, естественно, иметь определенный опыт. Победу на выборах в окружной парламент одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Попов. Его кандидатуру поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Это 611 человек из 1209, пришедших на избирательные участки. За ходом выборов следили наблюдатели от политических партий, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Ненецкого автономного округа. Всего 60 – наблюдатели от всех субъектов и движения. От Общественной палаты Ненецкого округа было подготовлено порядка 13 наблюдателей. В постоянном режиме мониторилась информация от каждого наблюдателя. По состоянию сейчас на полвосьмого вечера никаких грубых нарушений и каких-либо ситуаций спорных не было. В целом, качество подготовки и проведения выборов не вызвало вопросов со стороны наблюдателей. Мы ожидаем, что выборы пройдут на высоком уровне. Они, кстати, традиционны для округа у нас. Как правило, они в высокой степени легитимности. И по нам, по уровню и качеству проведения выборов, можно мерить практически эталонное для России. В этой части мы ожидаем, что у нас будет так же все хорошо. Никаких срывов существенных не будет. У нас сейчас никаких жалоб от кандидатов, от других участников избирательного процесса не поступало. Которые бы ставили под сомнение, может быть, в будущем результаты выборов. Поэтому никаких сомнений, что у нас выборы пройдут хорошо, у нас пока нет. А ровно в 8 часов вечера все избирательные участки закрылись для подсчета голосов избирателей. На трех из них, номер 48, 50 и 53, применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней, что значительно усовершенствовало работу членов избиркома. Кстати, участковая комиссия номер 53, одна из первых, подала итоги голосования в окружной избирком. Выборы прошли спокойно, никаких не было эксцессов. Явка была средняя, где-то в пределах 30-32%. Ну вы так и ожидали? Ну, примерно, да, такое ожидание и было. Таким образом, в результате выборов состав окружного парламента сформирован полностью. В него входят 19 депутатов. На Ренмаре сформирован новый состав Совета городского округа, а в Заполярном районе – районный совет. Избраны главы двух сельских муниципальных образований. Выборы прошли на острове Колгоев и на востоке округа Харуте. Ольга Русул, Ольга Малыгина, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Влад Ткачев, Телеканал «Север». Предварительные итоги единого дня голосования, который состоялся 8 сентября, подвели сегодня в Ненецком округе. Дополнительные выборы в собрании депутатов Ненецкого округа по одномандатному избирательному округу номер 8 Городецкий прошли на Ренмаре в единый день голосования. На один депутатский мандат претендовало 5 кандидатов. Явка составила 29,77%. Победу на выборах в окружной парламент одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Попов. Его кандидатуру поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Это 611 человек из 1209, пришедших на избирательные участки. Поддержали кандидата от КПРФ Татьяну Антипину 321 человек. Практически в два раза она уступила лидеру голосования. Третьим по числу набранных голосов оказался представитель ЛДПР Андрей Жинь. У него 116 голосов избирателей. Ирина Айдулина, выдвинутая Ненецким региональным отделением партии «Коммунисты России», получила поддержку 79 человек. А представитель партии «Родина» Марина Банникова – 28. Таким образом, при явке почти 30% дополнительные выборы в собрании депутатов Ненецкого округа состоялись. В настоящее время состав окружного парламента сформирован полностью. В него входят 19 депутатов. Подведены предварительные итоги голосования депутатов Совета городского округа «Город» Нарьинмар 4-го созыва. В новый состав представительного органа власти окружной столицы вошли 15 депутатов. 14 из них были выдвинуты Ненецким региональным отделением партии «Единая Россия», один от КПРФ. По итогам голосования в состав Совета городского округа «Город» Нарьинмар 4-го созыва вошли Елена Абеленцева, Виктор Гмырин, Денис Гусев, Вера Дроздова, Ольга Казицына, Михаил Кушнир, Виктор Кыркалов, Анастасия Липунова, Олег Плесовских, Юрий Суський, Александр Терлецкий, Елена Хабарова, Светлана Хозяинова, Евгений Шестаков, Ирина Яркина. Состав Совета городского округа сформирован полностью сроком на 5 лет. Подведены итоги голосования в Заполярном районе. Явка по единому избирательному округу на выборах в районный совет составила более 25%. К выборам были допущены списки семи политических партий. Пятипроцентный проходной барьер преодолели только четыре партии, сообщили в окружном избиркоме. По предварительным данным из десяти мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, партия «Единая Россия» получит пять мандатов, КПРФ-3, партия «Родина» и ЛДПР по одному мандату. В срок до 12 сентября муниципальная избирательная комиссия Заполярного района намерена официально опубликовать окончательные итоги выборов в представительный орган районной власти. После этого региональные отделения политических партий, получившие место в новом составе Совета, должны будут направить уведомления кандидатам для формирования персонального состава районного совета из числа кандидатов-списочников, сообщили в окружном избиркоме. Известны имена шести выбранных депутатов Совета Заполярного района, которые избирались в трех двухмандатных округах. Все они представители «Единой России». Наталья Латышева и Николай Литков одержали победу по избирательному округу номер один «Западный». Галина Дуркина и Григорий Сергеев были первыми по избирательному округу номер два «Восточный». Также в состав Совета Заполярного района вошли Владимир Крупа и Марина Ляпина, избиравшиеся по избирательному округу номер три «Искательский». По предварительным итогам выборов главы муниципального образования «Колгуевский сельсовет» победу одержал Николай Майков, набрав более 35% голосов избирателей при явке свыше 64%. Главой Хоседа Хардского сельского совета жители поселения избирали Андрея Танзова, отдав за него почти 45% голосов. Явка составила порядка 40%. В поселке Красное три семьи вскоре отпразднуют новоселье. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья уже получили ключи от благоустроенных квартир. С одной из счастливых обладательниц новых квадратных метров пообщалась и наша съемочная группа. Туалет на улице, холодный туалет. Ничего, воду таскали. Экскурсию по своему старому дому Надежда Дуркина проводит неохотно. Воспоминания не самые приятные. Никаких удобств. К тому же в бараке было холодно. Вот видите, какие всего-то были сделаны из досок. Стены-то, перестенки-то. И вот тут тоже перестенки. Тут уже вон. Садили уже. Посмотрите, что творится. Сегодня в деревяшке можно смело снимать фильм ужасов. Кривые стены и полы, выбитые стекла, груды мусора. Здесь уже давно никто не живет. Дом облюбовали местные любители горячительного. Впрочем, в ближайшее время барак должны снести. Взамен ветхого жилья собственникам выдали благоустроенное в новом микрорайоне поселка. Надежда Дуркина всего пару недель назад получила ключи от двухкомнатной квартиры. Ну, конечно, свои труды. Надо, конечно, где-то что-то подделать. Поставить тамбур, чтобы там, как говорится, проходит. Надо утеплить там вода, как говорится, ну, труба проходит, надо утеплить. Ну, это уже наша проблема, как говорится. 52 квадрата с просторными комнатами, кухней, душевой и туалетом. Помимо системы водоснабжения и канализации, дом оснащен автономным отоплением с газовыми котелками. Это позволит новоселам значительно сэкономить на коммунальных платежах. Четырехквартирный дом возводила компания СМП-83, строитель-монтажное предприятие 83, зарегистрированное у нас в поселке Красное. Вообще, надо сказать, что все дома в этом микрорайоне возводились этими строителями. Дом из пеноблока на ленчатом фундаменте, четыре двухкомнатные квартиры. Все квартиры благоустроенные, то есть автономное отопление, водоснабжение и канализация. Дом был построен в конце прошлого года, приобретен округом для расселения жителей из ветхоаварийного жилья. Всего же в Красном аварийными и подлежащими сносу сегодня признаны три многоквартирных дома. Один из них, пятиквартирный, планируют расселить уже в этом году. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Красное, Ненецкий округ. Ровесница Ненецкого округа Лариса Чебыкина накануне отметила свое 90-летие. Добрая, отзывчивая, внимательная и заботливая. И еще в молодости она приехала в Ненецкий округ по распределению и осталась здесь жить. Начинала свою трудовую деятельность в тундре, а затем работала в детских яслях. В Нарьинмаре сначала медсестрой, а потом заведующей. Поздравить ровесницу округа с 90-летием пришли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев и заместитель председателя окружного собрания Максим Арбузов. Многие знают ее, как Ларису Ивановну, но для своих близких она – Раиса. Путаница с семенами произошла совершенно случайно, но в результате прижились оба. Когда я родилась, ходила записывать бабушка. Бабушка меня записала Лариса, а маме не сказала. А мама-то меня, Раиска, Раиска, и она до самой смерти меня звала Рая, Раиса. И мы Рае звали? И мы Рае звали. И письма писала Раиса Ивановна. Раиса Ивановна. Лариса Ивановна родилась в Архангельской области, Шенкурском районе, в деревне Селивановское, в многодетной семье, где было восемь детей. С детства все были приучены к труду. Застала наша именинница и военные годы. Во время войны мы работали. Как не работать? Все для фронта было, все для победы. Такой девиз был. Добрая, отзывчивая и трудолюбивая Лариса никогда не боялась трудностей. Стремилась помогать людям. После окончания медицинского училища получила специальность акушерка и по распределению была направлена в Ненецкий округ. Меня направили знаете куда? Нет. В тундру. На три года. Варандейский красный чум. Ездила по тундре сама на оленях. Ну, запрягать запрягали мне. То есть я с Кензеем самим праздником? А сама ездила сама. Сама и одна ездила по тундре. А далеко ездили так? Ну, недалеко. Едешь в чум. Чум видно. Один раз заблудилась. Чум видно. Поехала, меня отпустили. Они вообще-то не очень отпускали. Отпустили. Чум видно. Еду. Туман. Все. Олеша привязала к саням. Сама спать легла. Туман кончился. Чум рядом. А, ну да, так бывает. Ну, ночь наступила. Оленеводу будить неудобно. Я оленя распрягла. Сама спать легла под горку. Ох, утром они меня. И давай ругайте. Что, зачем мне разбудила? Я говорю, чего уж я будить буду вас. И она, когда училась в Архангельске, она заезжала к нам в Северодвинск. К маме. Вот. Особенно, ну там, по субботам или... Ой, не по субботам, а в свободное время. Она была очень красивая. Вы знаете, у нее были такие красивые косые. Вы даже не представляете. Да. Такая стройненькая. Ой. Милашка вот просто. Милашка. Ну и потом она получила направление. Тогда же направляли. Она получила туда направление. Было напечатано в газете про нее огромная статья. А когда она туда уехала, и фотография такая есть. Очень интересная. Они вот в этих палицах. Там вся вот эта троица, там, киномеханик. Она и вот эта ее подруга потом закадычная стала. И ей, вы знаете, и столько ей писали писем. Молодые люди. Да, знакомятся. От работы в тундре три года Лариса Ивановна приехала в Наринмар. Здесь произошла ее встреча с Реной Ивановной Батмановой, о которой медицина до сих пор вспоминает с огромным уважением и благодарностью. Ну, я говорю, Рена Ивановна, я ведь три года в тундре работала. И у меня только там одна женщина родила. Я уже говорю, работу-то свою уже забыла. Можно я сначала похожу с акушерками, которые работают? Она мне разрешила. Рена Ивановна помогла своей подопечной устроиться в Ясли-сад, где Лариса Ивановна проработала долгие годы, начиная от медсестры и заканчивая руководящую должность. Нас ведь принимали с шести месяцев, или еще даже раньше. Принесут маленьких. Мамы кормили. А, приходили? Приходили, кормили. А мы опять маму кормили. У меня все под кроваткой. Вот это и доставали из-под кроватки. Хорошо. Была помощница няня хорошая. Они ее слушались хорошо. Очень трудно первые годы. На Ренмаре Лариса Ивановна встретила своего будущего супруга, который покорил ее сердце буквально с первого танца. Удивительно. Он хороший танцор был. А я-то еще такая была танцор, что-то не очень. Я не пропал. Ага, на самом деле. Он был один из лучших танцоров. Так что танцоплощадка была. На танцах? На лесозаводе? Встреча с лучшим танцором оказалась судьбоносной. Выйдя замуж, Лариса Ивановна родила двоих детей. Сегодня она богатая бабушка, которая помогает воспитывать внуков и правнука. Ее двери всегда открыты для родных и близких. Которые приехали на юбилей к сестре и тете из соседних городов. Помнят о Ларисе Ивановне и однопартийцы. У нас очень приятное событие. У нас нашему старейшему члену партии, в Калининском региональном отделении, исполняется 90 лет. Она ровесница округа, юбиляра. И поэтому нам приятно от партийцев наших поздравить Ларису Ивановну с юбилеем. Вместе с тем на федеральном уровне также отмечен этот юбилей. И отдельное поздравление от генерального секретаря партии, Турчика Андрея Анатольевича. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok